В качестве стажера было мое первое вскрытие, я помню. Это был 16-летний мальчик, которому друзья принесли Маркуса Спайса. Очень красивый мальчик. Я его только запомнила. Светлые волосы, такой высокий, красивый мальчик. Это было очень страшно. Он лежал просто на секционном столе до проведения вскрытия. У него была такая стойкая пена возле губ. И этот мальчик, я его помню до сих пор. Профессия судмедэксперта мне нравилась еще со времен института. Но распределилась я и отработала 7 лет педиатром. И все-таки поняла, что мне больше интересно именно эта профессия. Не педиатрия, не, скажем, медицина общепринятая, а именно судебная медицина. И уже достаточно в осознанном возрасте я выбрала эту профессию, пришла на переподготовку и стала экспертом. Медицинский эксперт занимается несколькими видами экспертиз. Это экспертиза трупов для установления причины смерти, наличия каких-то телесных повреждений, механизмы их образования, локализации и так далее, связи со смертью. Потом это экспертиза физических лиц. Ну, так называемое в народе освидетельствование, где мы осматриваем людей и точно также определяем наличие у них телесных повреждений, их вид, количество, локализацию. Кроме того, экспертиза физических лиц по медицинским документам, когда мы проводим в ряде случаев, не проводим осмотр человека, а делаем экспертизу только по его медицинским документам, по обращениям за медицинской помощью. Мы принимаем участие в судебных заседаниях, когда нас вызывает судья разъяснить, например, наши выводы данные на этапе предварительного следствия. Кроме того, мы участвуем при осмотре места происшествия. Если следователь сочтет это нужным, мы выезжаем при осмотре трупа в основном на месте происшествия. Ну, это очень интересно, понимаете? Это вообще очень интересный сам процесс. Ты исследуешь тело, ты находишь какое-то повреждение, тебе нужно выяснить, как оно образовалось, сколько для этого нанесли ударов. Потом следователь предоставляет тебе какие-то дополнительные материалы, следственные эксперименты, допросы, ставит вопросы, могло ли при таких обстоятельствах. Тебе надо оценить не только повреждения имеющиеся, но и обстоятельства их получения. То есть и вот сам этот процесс, он на самом деле очень увлекательный. Ну, в качестве стажера было мое первое вскрытие, я помню. Это был 16-летний мальчик, которому друзья принесли марку со спайса. Очень красивый мальчик. Я его только запомнила. Светлые волосы, ну, такой высокий, красивый мальчик. И это было очень страшно. Вообще, экспертизу детей, конечно, проводить сложно, чисто психоэмоционально. Этот мальчик мне запомнился. Я помню, что мы были стажерами, мы смотрели, скрывал как раз мой куратор его. И для меня это было вот как, не знаю, как обух по голове, что вообще это происходит. Я была далека от этого на тот момент. Ну, вообще, в принципе, далека от каких-то криминальных ситуаций, когда пришла работать стажером. И этот мальчик, ну, я его помню до сих пор. Это 16-летний мальчик, который отравился спайсом. Если говорить о том, как он лежал просто на секционном столе до проведения вскрытия, у него была такая стойкая пена возле губ. Отек легких. У него произошел мгновенный отек легких на принятие от этого препарата. Сразу умер. Ну, буквально в считанные минуты дома. У нас в управлении по городу Минску Государственного комитета есть вот такой мобильный рентгеновский аппарат. Его мы используем при проведении экспертиз трупов с огнестрельными повреждениями. Это вообще неоценимая вещь. А также при проведении экспертиз трупов с наличием множественных каких-то переломов, чтобы ничего не пропустить. Когда не было рентгеновского аппарата, пулю просто искали в ходе вскрытия руками и глазами. Чем он незаменимым именно при огнестрельных повреждениях? Иногда бывают повреждения, когда пуля находится в каких-то труднодоступных для секционного исследования местах. И вот в таких случаях мы делаем обзорную рентгенограмму, находим точное место и эксперт далее детально уже изучает конкретное место, что позволяет ему и найти пулю, и извлечь ее, и передать следственным органам для исследования. В секционном зале понятно, что пахнет не всегда приятно. Но такая специфика. Но мы не работаем ежедневно в секционном зале. То есть мы проводим экспертизу трупа, нескольких трупов, допустим, в один день. Потом мы все это описываем, мы делаем заключение эксперта. И уже твоя основная работа с выводами, когда ты думаешь над выводами, когда ты описываешь все, что ты видел, заключается, в общем-то, в описании того, что ты видел, в оформлении этого заключения эксперта за компьютерным столом. Причина смерти устанавливается, во-первых, макроскопически, то есть я смотрю то, что я вижу на вскрытии, и подозреваю ту или иную причину. Если я сомневаюсь, я эти препараты, которые мы всегда при любой экспертизе забираем, препараты для гистологического исследования, направляю как раз таки на гистологическое исследование для подтверждения того диагноза, который я предполагаю. Если я уверена в своем диагнозе, то я отправляю вот эти гистологические препараты в архив. Плюс обязательно берем химическое исследование на этиловый спирт, алкоголь. Это у всех трупов проводится. При подозрении как раз таки на отравление каким-то химическим веществом, тогда берется больше органов. И делается более широкое и дорогостоящее исследование на наличие наркотических, психотропных веществ в органах. Мы не определяем не только в крови наличие их, но и во всех жизненно важных органах. Мы можем брать фрагменты костей на медико-криминалистическое исследование для установления механизма образования того или иного перелома при необходимости. Тогда мы выпиливаем необходимую нам часть кости с переломом и отправляем на медико-криминалистическое исследование. Они хранят в архиве потом эти препараты. Ложки чайные, пуговицы, в пищеварительном тракте. Ну, человек был психически нездоровый этот, который ел, скажем, эти все предметы, да. Прямо съедал, проглатывал, съедал. Это было в кишечнике, даже не в желудке, в кишечнике. От этого он и умер. Труп шевелиться не может, но вы не забывайте, что есть такое понятие, как гниение. Когда происходит газ, скажем, эти микроорганизмы образуют газ. Поэтому у человека может выходить газ через рот, через нос, да, и кому-то может показаться, что он пошевелил губами, например. При проведении экспертизы трупов используются специальные наборы секционные. Инструментов в наборе много. Они для разных случаев. Ну, я вам их покажу. Ну, конечно, чаще всего используются ножницы специальные, да. Реберный нож, пинцет, малосекционный нож, крючок. Это основные инструменты, которые... Ну, конечно, пила тоже нужна при исследовании трупов. Работа патологоанатома заключается в исследовании трупов лиц, умерших в больнице, то есть лиц с заболеваниями. Заведомо патологоанатом знает, чем человек болел. Наша работа заключается в исследовании трупов, в том числе трупов лиц с подозрением на какую-то криминальную смерть. Ну, нужно разделять работу и быт. Нужно, приходя с работы, я считаю, абсолютно отрешаться, отвлекаться. Ну, чем угодно. Вот у меня вот такое увлечение. Приходя домой, я очень люблю заниматься творчеством. Ну, наверное, любимое мое занятие это елочные игрушки. Я очень люблю Новый год и очень увлекаюсь, скажем, да, я делаю елочные игрушки. У меня очень много техник, и я снимаю весь процесс, я делаю мастер-классы. В принципе, чтобы любой желающий мог повторить и сделать точно что-то такое же или что-то похожее. Мне очень нравится стиль Маккензиан Чайлд, вот эта клетка. И вот как-то ко мне пришло, почему-то мне захотелось черно-белую игрушку. Может быть, кому-то покажется это скучновато, но мне, например, очень нравится черно-белая вот эта клетка в стиле Маккензиан Чайлд. И я вот придумала такую игрушку. Мой муж тоже работает государственным медицинским судебным экспертом. Мы работаем вместе и даже сидим в одном кабинете. У каждого свои экспертизы, но мы часто советуемся. Сидим, кушаем борщ и бывает обсуждаем экспертизы. Когда какие-то сложные экспертизы, какие-то интересные трупы сложные, бывает обсуждаем иногда. Вообще, мне нравится моя работа. Мне нравится, в принципе, все, чем я занимаюсь. Нет какого-то такого кусочка работы, который бы мне совсем не нравился. Это интересно, но это на самом деле интересно. Мы можем помочь в раскрытии дела. И зачастую заключение эксперта как раз таки является одним из важнейших доказательств в ходе следствия. Что случилось с машиной? Вскроем, посмотрим. Вскрытие покажет. Мы обычно говорим, да, или так, или вскроем, посмотрим, вскроем, увидим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok